Номер восемь за пятнадцатый год Что там я говорю Лучший учитель Сама жизнь Действительно лучший учитель Сама жизнь Ну тут интересная такая статья То что я слышал Я вот сейчас Закончу с газетой Соберусь и поеду В направлении в Москву Первая моя остановка за Воронежем Я там переночу А завтра я продолжу Путь в Москву Там будут съемки Ну и прочее 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 Да Вот Значит познавательно практически Это продолжаем То что я рассказываю О моих собственных средствах оздоровления Что я уже прошел А это вот что тут у нас там Как бы тематика А это то что я уже прошел А дальше вот психология То есть психология Психология Мне пришлось этот предмет Как-то знаете Вот не по книжкам изучать Хотя я и читал там книжки Но не учебники Вот такие Работы Да И это мне пришлось Пришлось Изучать применительно к жизни Применительно к самому себе Потому что Важно разобраться Ну вот Закономерности возникновения психики Как она возникает Вот Что нами двигает Это очень важно Потому что Не понимая Что Внутри нас происходит Именно в сознании Почему мы действуем вот так Почему мы реагируем на то Или на это именно так А не это И что нас заставляет Там Побуждает Потому что Инстинкт Это переводится Побуждение Я вот Отбросил все слова Которые Иностранные И они Не цепляют меня Вот побуждение Я знаю Что меня побуждает А инстинкт А инстинкт Он не обладает Таким свойством То есть инстинкт Он Вот знаете Как Инстинкт и все Что-то такое Хрен его знает А вот побуждение Побуждение То что меня побуждает Эмоция В переводе Означает Волновать То что меня волнует Эмоции Ну не водействует Она на меня Вот Поэтому Я стал изучать Почему я Поступаю вот так Почему я Реагирую Вот таким вот Образом Почему Будем говорить В конце концов Сложивается такая Ситуация Которая сложилась А не та Которую Как бы я бы Хотел бы То есть И все Эти Закономерности Закономерности Оказывается Все это Изложено Но Надо еще Самому Это осознать Осознать И я вот знаете Сам для себя Считаю Просто И ясно И понятно Изложил Что стержень Человека Это мировоззрение Понимаете Мировоззрение Дальше На мировоззрении Как на стержне Как на стволе Уже Начинают Образовываться Черты характера Черты характера Вне Побуждение Мировоззрение Это Даже Можно даже сказать Побуждение Это корень Которые Которые должны Превратиться В Мировоззрение В ствол Мировоззрение Вот Что человека Уже Трудно Поколебать Потому что Он На основании Своих Вот этих Вот побуждений Он уже Устоялся Он уже Понимает Что такое Жизнь Что такое Он сам Для чего Там живет Вот Как относиться К окружающим Людям Природе И так далее И наконец-таки Далее идут Черты характера То есть В ветви От этого дерева То есть Побуждение Как бы Корень Мировоззрение Выстраивается Ствол И на стволе Возникают Веточки Это наши Черты характера И вот эти все Черты характера Почему черта характера Потому что Это Прочерчено Нечто Такое Жесткое В твоей Информационно-энергетической Структуре Которое Начинает Начинает Будем говорить За счет этого Ситуация создалась А ты Из-за того Что оно Прочерчено У тебя Ты реагируешь Вот так вот Ты как В канавке Идешь Эта канавка Не всегда полезна Она Может быть Очень вредна А тебе Эту канавку Надо изменить И прочертить По-другому И все это дело Надо осознать Что надо Это сделать Чтобы жить По-другому Более Здоровой Жизнью Более Счастливой Жизнью Нежели Которая Сейчас у тебя есть И дальше уже А как это сделать И вот это вот Все я Для себя Разбирал 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 Может здесь Я как-то так Выразил Более так Сказать Постарался Больше Слоу Предложений Какие-то Наукообразных Фраз Привести Но Когда я Рассказывал Я постарался Изложить Суть Чтоб вы поняли Что Жизнь Вообще Жизнь Дается не для того Чтобы мы заработали Пенсию Кучу Каких-то Благ И так далее А для того Чтобы мы Изменились И почувствовали Себя Действительно По-настоящему Счастливым И гармоничным В этом Мире Потому что Да Вы знаете Человек Выиграл Лотерею Получил Каких-то Много Благ А потом Кризис И все Это исчезло Он стал Глубоко Несчастным Чтоб Этого Не было Ну Как Такой Пример То есть Мне пришлось Разбираться Разбираться В этом И Естественно Работать Над собой Потому что Если разобраться Духовная Жизнь Она На этом И построена Человек Работает Над собой Где-то Он Допустим Искусственно Удаляет Себя Искусственно Нагружает Себя Одним Прямом Мыслием С помощью Молитв Которые К одному Источнику Тянут Потому что Если Грубо говоря Мы можем Притянуться К черному А можем Притянуться К белому Но для того Чтобы мы притянулись Мы должны Сделать Выбор И этот Выбор Мы должны С вами Подтверждать Ежедневно Ежечасно Своим Мышлением И делами Далее Пошло Тут Травы Мне нравятся Травы И я делаю Вот свой Травник Он там И сделан Травник Но я Сейчас Расширяю Мне нравится В этом Направлении Работать Вот И даже Это одна Женщина Знающая Которая Прочитала Мой Травник Говорит Да Вы тут Больше всего Разбираетесь Трав То есть Я постарался И Окультные Привести Окультную Ботанику Ну например Соответственно Части Растений Органом Человека Корень Аналог Желудка Ствол Соответственно Спинному Мозгу Ветви Соответствует Нервам Листья Соответствуют Легким Цветы Локализация Избытка Силы Местонахождение Органа Воспроизводства Завис Растений Соответствует Женскому Началу Матки Апульсат Соответствует Мужковому Началу Хлорофил Зеленый Акроу Сок Соответствует Энерий Циркуляющий По нервам Кстати Акара Соответствует Кожа Защитная Ну вот Все это Такое И что Можно Использовать Кстати Древние Так поступали Они использовали Это Зная Аналогию Растений И аналогию Тела Для укрепления Соответствующих Этих И даже Я вот Когда читал Про долгожителя Китайского Который Там прожил Там где-то 265 лет Вот Он Как раз Как раз И Стал таким Супер Долгожителем Благодаря тому Что Занимался Сбором Трав Их используем Для себя И Работая С энергиями Сыгун Теория И практика Оздоровления Я вот Решил Значит Вот Уже Авторов Которых Я прошел Чтобы это Были фотографии Когда ты Проходишь Ихние Системы Ты невольно Начинаешь С ними Общаться И даже Получаешь Какую-то Помощь Вот Рассказал Ну это Расширяем Кругожор Опять-таки О половых Проблемах И так далее И тому подобное Вещь конечно Нужная Почитайте Сами Так Закончили Спасибо за субтитры